Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я изготавливал вот такую немножко причудливую, но уловистую приманку. Я хочу вам предложить еще один вариант такой же приманки, так как вот этот вариант приманки рассчитан на агрессивную рыбалку, то есть постоянные забросы и быстрые проводки. Для прудов и медленно текущих рек это подходит, но желательно изготовить ту приманку, которая лучше для этого подходит. Поэтому давайте я вам покажу. Крючок я буду использовать 1.0 из вот такой пенки, которая обнаружилась в странице блокнота, в ее палитурке. Я изготовил из пенки вот такой конус. Все точно так же, как и в том варианте, который вы уже знакомы. Единственное, будет небольшое отличие. Это я вам потом его покажу. Значит, обозначим место, где у нас будет крепиться наша пенка. Промажем место крепления клеем, для того, чтобы пенка хорошо закрепилась и не прокручивалась. Края пенки я уже не подрезаю, как на пластмассе, потому что наша пенка достаточно толстая и объемная. Хорошо-хорошо промажем. Добавим количество необходимой нитки, чтобы она пропиталась клеем. И теперь одеваем наш цилиндр или вороночку, как мы ее назовем, на место крепления. И теперь медленными, вот такими удерживая нашу воронку, начинаем не сильно сдавливая, подхватывать, следим за тем, чтобы она не прокручивалась, и в то же время мы не прорезали нашу пенку. Вот, как вы видите, мы ее уже подхватили. Колечко у меня, чтобы было вам видно, достаточно выглядывает. И теперь окончательно сильно стараемся не напрягаться, мы ее подхватим. Как вы видите, мы достаточно хорошо закрепили нашу пенку. И теперь все точно так же, за исключением только лишь одного. В качестве меха, который у меня будет использоваться хвостик, я буду использовать мех козы. Почему? Потому что он имеет достаточную плавучесть по сравнению с мехом песца. То есть мы в данный момент улучшаем нашу плавучесть. Я отрезаю хороший пучочек, удаляю подшерсток, так как нам он не пригодится и будет мешать. И у меня выходит приблизительно вот такая кисточка по толщине, ну где-то как карандаш. Подровняю кончики. Промажу место крепления хорошо клеем. И сразу промажу волоски, которые мы будем крепить. Вот так вот концы волосков наших. Стараемся обогнуть вот так наше цевьё, чтобы мех рассредоточился равномерно по всему цевью. Подтягиваем. И теперь аккуратненько, аккуратно крепим. Подхватили наш мех. Хорошо. Вот вышел. Вот такой симпатичный у нас длинный хвостик. В качестве блестящего элемента я буду добавлять плоский голографический люрекс, так как он не позволяет путаться в мехе при длительном нахождении в воде и при забросах. В таком варианте поппер-хоппер, больше, конечно, это поппер, чем хоппер, достаточно продуктивно работает по щуке. В зависимости от величины у нас может выплыть и головль. Поэтому, если вы будете изготавливать его на меньших крючках, гарантированно появится головль. Теперь, для того, чтобы мы могли окончательно закончить тело, нам понадобится немножечко блестящего вот такого даббинга. Я буду изготавливать его в лимонных тонах. Можно, конечно, оранжевый, розовый, зеленый. Ну, давайте попробуем добавить немножко розового, зеленого, лимонного. Вот так. Длина хвостика должна быть достаточно длинная, для того, чтобы сбалансированно у нас мушка двигалась при даже небольшом намокании. поэтому, длина хвостика должна быть соответствующей. Полторы-две длины всего крючка. Вот я взял разнообразную гамму нашего блестящего даббинга. И теперь место крепления нашего пера, вернее, меха мы закрываем. Также можно здесь использовать опушку из пера, но мы не будем этого делать, так как нам будет достаточно вот этих элементов, которые мы с вами закрепили. И теперь у самой головки я возьму красного щепотку и оранжевого, для того, чтобы мне еще чуть-чуть обозначить мою головку. Но дело в том, что вы можете, если у вас есть в этом необходимость, спокойно взять и покрасить ее в другой цвет. Поэтому, как вы сочтете необходимым. В районе крепления нашей воронки я устанавливаю с одной и с другой стороны по паре, даже не отрезая, а две и две буду устанавливать. вот так, чтобы у меня по краям находились одна пара и с другой стороны вторая пара резинок. Следим только лишь за тем, чтобы они были симметричны. вот так. Чем жирнее будут наши лапки, тем лучше. Для того, чтобы не наматывать здесь очень много, я промажу нить клеем и сделаю завершающий узел. как я уже говорил, можете покрасить красный цвет, желтый, какой вы сочтете нужным головку нашего попера, но от этого будет только лишь, как говорится, лучше вам. качество поклевок от этого не увеличится. Единственное, что только вам будет значительно лучше видно. Раздражающих элементов в нашем стримере больше, чем достаточно и без окраски. закрепили и остатки удалили нити и подровняем наши ножки. Вывожу их вот так вперед и отрезаем. задние у нас хорошо. Вот у нас вышла вот такая немножко несуразная конструкция, но скажу вам сразу, достаточно привлекательная будет для нашей рыбы. Вот, друзья мои, мы с вами изготовили такую незатейливую приманку. Я немножечко подкрасил снизу красным приклеил больше для нас глазки, чем для рыбы. Подровнял лапки и наша вот такая приманка хоппер-поппер, больше, конечно, поппер, чем хоппер. Готова к работе. Повторю еще раз, на медленно текущих реках и на прудах очень хорошо себя зарекомендовала. Практически за счет движения ветра она уже начинает работать. Как вы видите, чуть-чуть колыхнул, лапки работают. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!